Ждались бесконечного лета, наконец-то! Так, для тех, кто не знает, что было в прошлый раз. Короче, там полное месилово. Кого-то убили, кого-то прирезали, там вообще жесть. Кого-то чуть ли не тракнули. Приехал красный, всё разрулил, всех под себя подмял. В итоге пришёл наш Семён драться, его вырубили нахуй. Вот так вот, блядь. А вот дальше, что произойдёт, сейчас мы с вами и узнаем. Ну, это вообще жесть, конечно. Так, бесконечное лето. Сохранение. Вот оно. Вот оно, блядь. Загрузить. Но Мику получила уд... А, нет, нас, короче... Мы начали пиздиться. Потом на нас напала Мику. Повалила. Начала, уже почти ножом прирезала. И кто-то её вырубил. Сзади. Короче, давайте смотреть. Какого хера? Он только сейчас начал понимать, что происходит. Он поднялся с ног и увидел Виолу со стаканом в руке. Зачем? Она молчала. У меня всё было под контролем. У тебя? Под контролем? Да! Тебя сейчас чуть не зарезали. Я бы увернулся. Слушай, я на твоей стороне. Играю в двойную игру. И помогаю тебе с тыла. Ты ещё сжалуешься? А ведь она права. Ладно. Прости меня. Нам надо идти. Пошли. В смысле? Тебя убьют, если ты не пойдёшь со мной. С чего ты взял? Ну, ты так-то только что Мику вырубила. Это была не я. Чего? Это была Алиса. Я? Ей они точно ничего не сделают. А меня вот убьют за предательство. А кто тебя просил вырубить её? Прекрати уже, а? Признай. Я помогла тебе. И не надо вот упрекать меня за то, что я тебе жизнь спасла. Какой же ты всё-таки дурак, Семён. Забирай Алису и уходите отсюда. А ты что? Я сейчас вырублю себя и останусь здесь. Я на твоей стороне, понимаешь? И снова здравствуйте. Вдруг слева из ниоткуда материализовался пионер. Ты ещё кто такой? Как попал сюда? Неважно. Я тут чисто Семёна предупредить. О чём? О том, что пора делать ноги. У нас гости. Какие гости? Красный, уже на подходе к корпусу. Твою-то мать! И куда мне бежать? Зачем тебе бежать? Можем убить его прямо сейчас? Нет-нет-нет. Рано ещё. Вы ещё не узнали, где именно он хранит деньги. Поэтому драпай, что есть сил. Так куда мне бежать-то? Куда-куда? В подземелье, конечно же. В лабиринт? Ты с ума сошёл? А у тебя есть вариант получше? Виола замолчала. Челы с Ютуба? Чё вы там челам с Ютуба вот это показываете свои факи? Ну тоже... Это как бы... Ну ладно, блять, весь чат в этом. Ну здорово, Ютуб. Она вообще не понимала, как он тут оказался и кто он такой. И мой совет. Оставь Алису здесь. Ты рехнулся? Её убьют. Неа. Убьют тебя, если уйдёт она. Ибо Красный поймёт, что именно ты отпустил их. Поэтому сейчас же вали в этот чёртов лабиринт. Я подскажу тебе дорогу. И да, Виола. Быстренько свяжай Алису для пущего эффекта. Тогда они точно поверят, что именно Алиса вырубила Мику. Ну конечно. Пионер ударил Алису в лицо! Ты чё, вообще охуел, что ли? Я делаю с Виолой её работу. Ибо ей не поверят, если Алиса останется без следов. Пионер подал Виоле верёвку. Алиса заплакала. Вот та самая эмоция, которую она должна продемонстрировать Красному. В общем, убегай, Семён. Встретимся в подземелье. Пионер исчез в одно мгновение. Виола начала связывать Алису, попутно разговаривая с Семёным. И кто это вообще такой? Да так, неважно. Самое главное, что он дело говорит. Ладно, беги, в общем. Позже встретимся. Окей. Всё, мы съебались. Повествование от лица Красного. Минуту спустя после диалога Пионера и Семёна. Мику лежит на полу без сознания. Виола связывает плачущую Алису на стуле. Красный заходит и, довольный ухмылкой, смотрит на всё это. Она мертва. Виола повернулась к Красному. Мику? Да. Нет. Очень жаль. Виола промолчала. Что здесь произошло? Она собралась с духом и начала рассказывать. Сюда неожиданно пришёл Семён. Мику сразу начала с ним драться. А ты почему не влезла? Она сказала, он мой. Я и не стала влезать. Хм. Странно. Ну что? Убедилась в моих словах? Лена судорожно кивала. А теперь иди и жди его у входа. И без Семёна не возвращайся. Поняла? Она опять кивнула. И быстро исчезла. Красный поставил стул напротив Алисы. Он приблизился к ней и практически вплотную. К ней практически вплотную. Итак, дорогуша. Я попрошу тебя рассказать, что здесь произошло в мельчайших подробностях. Если я почувствую, что ты хоть в чём-то солгала, я убью всю твою семью. Ясно? Алиса кивнула. Что здесь произошло? Семён. Она хныкала. Пожалуйста, перестань плакать. Просто соберись с мыслями и расскажи о том, что тут произошло. Алиса сглотнула. Убьёте меня? Красный улыбнулся. Нет. С чего ты взяла? Она промолчала. Я обещал твоей подруге, что оставлю тебя в живых. Ульяне? Да. Виола спасла её. Первый косяк за этой Виолой. Рассказывай, что и как тут было за последние десять минут. В общем, Семён прибегает. Заткнись! Я не с тобой разговариваю. Уймись уже. Я знаю наперёд. Всё, что ты мне скажешь. Мне интересна версия Алисы. Поэтому стой молча и слушай. Поняла? Виола кивнула. Продолжай, милая. Семён прибежал сюда. Мику сразу встала и сказала, что сейчас убьёт его. Несколько раз называла его тряпкой-слабаком. Отчего Семён разозлился. А они подрались? Да. Алиса хныкнула. Семён получил несколько раз в лицо и в колене. И... Несколько раз в лицо и в колене. Ну, как-то немножко странное предложение. А Мику... Повалила Семёна на пол. И Мику повалила Семёна на пол. Так. А вот это уже интересно. Мику взяла... Нож с кровати. И пыталась проколоть им Семёна. Но не проколола же. Нет. И что было дальше? А потом... Потом она... Алиса заплакала. Виола покраснела. Красный заметил это краем глаза. Ну же. Возьми вину на себя. Скажи уже, что ты вырубила Мику. Потом... Я ударила Мику за... Ты... Затылок. Протяжно сказала Ариса, после чего заплакала на взрыд. Прекрасная актёрская игра. Зачем ты ударила её? Я люблю Семёна. На вопрос ты так и не ответила. Я не... Не хотела, чтобы... Мику... Убила Семёна. Я думала, что он вырубит Виолу, и мы убежим. Даже так. Они, видимо, продумали версию. На этом всё. Нет. Да ёбаный в рот, я тут актёр. Что мне пишут? Актёр, блядь. Ну а чё делать? Надо же как-то поинтереснее делать, ёбаный в рот. Не, я могу с каменным еблом читать. Надо вам это? Как будто не надо. Поэтому... Сидим и смотрим. Вот оно как. Я думал, у них мало фантазии. Ну-ка. Послушаем, что она ещё нагородит. Нагородит. Потом... Меня ударил... Виола. Я упала. А Семён... А Семён... Убежал в ту дверь. Алиса кивнула в направлении нужной двери. И всё. Больше ничего странного? Нет. Я думал, он заберёт меня с собой. А он убежал от меня. Ну, ну, блядь. Она вновь заревела. Интересно. Ты же понимаешь, что поступила не по-людски, нанеся удары со спины. Только моральные уроды так делают. Нормальные люди честно говорят. Или бьют в лицо, а не в затылок. Алиса судорожно кивнула. Виола стояла в сторонке. Ты очень опасна. И я хотел выразить искреннюю благодарность тебе, Виола, за то, что смогла безвредить Алису. Да ладно, чего уж там. Не скромничай. Ты вправду быстро и правильно приняла нужное решение. Я хочу обнять тебя в благодарности. Походу, ей пизда. Виола улыбнулась. Ну, если уж тебе хочется. Красный встал и обнял Виолу. Он приобнял её за талию. А другой рукой схватил за шею. Любишь пожёстче? Улыбая сказала Виола. Именно. Красный быстрым и резким движением свернул Виоле шею. Алиса была в шоке. Ну, в принципе, логично, потому что всё было понятно, что он понял. Он начал говорить. Земля тебе пухом, дорогая. И бросил её бездыханное тело на пол. Почему? Он молча достал сигарету и закурил. Потому что ты неправ... Потому что ты, ёбаный в рот, блядь. Потому что ты неправдоподобна, лжёшь. Что? Ой, ну не прятворяйся, а? Любой другой тебе, может, и бы и поверил. Ну, уж точно не я. Очевидно же, что это Виола ударила Мику, а не ты. Так ведь? Алиса была в ступоре. Она сидела и смотрела на мёртвое тело медсестры. Да можешь не отвечать, в принципе. Единственное, чего я не понимаю, как Семён догадался, что мы уже скоро придём. И как он так вовремя скрылся. Не подскажешь? Молчание. Да перестань ты уже смотреть на неё. Это всего лишь труп. Алиса всё так же смотрела в открытые глаза Виолы. Красный стряхнул пепел от сигареты ей на голову. Она даже не заметила этого. Хотя, чему я удивляюсь. Я так же охерел, когда впервые труп увидел. Вы... Вы просто взяли и... развернули её голову, а она... просто упала. Ну да. А ты как думала? Просто берёшь за шею или за волосы и поворачиваешь голову на 180 градусов. Ничего страшного. Тебе сегодня предстоит увидеть много убийств. Алиса заплакала. Ну началось. Ты опять за своё? Серьёзно? Успокойся уже. Твои слёзы ничем не помогут. Понимаешь? Ты просто тратишь своё время и энергию. Лучше бы труп убрала куда-нибудь. Скоро вонять начнёт. Красный оглянул помещение. Тесновато, конечно. Ну, если Мику смогла победить Семёна в драке, то в себе я вообще не сомневаюсь. Кстати, Мику... Красный пнул лежащую Мику! Проснись и пой, красавица! Что? Где я? Что происходит? Ты в убежище. Мы тут пытаемся Семёна найти, помнишь? Мику постепенно вспомнила последние события. Точно. Совсем забыла. Мику встала и отряхнулась и увидела на полу лежащую виолу. Эм. А что произошло? Долгая история. Ну, а если вкратце? Ну, а вкратце Виола ударила тебя стаканом в затылок. Велгала мне и вам. За что и была убита. Кем? Красный улыбнулся. Тут разве много людей, способных убить её? Мику сглотнула. Команда сокращается. Доля денег увеличивается. А Лена где? Вероятнее всего пошла либо убивать Семёна, либо умирать. Я, как всегда, всё самое интересное пропускаю. Подожди, я как-то неправильно как будто за неё говорю, блядь. Подожди. Надо как, эээ, как сучка, как сучка вот это, знаете. Сейчас. Я, как всегда, самое интересное пропускаю. В общем, Семён сбежал в какое-то подземелье. Лена пошла на площадь сторожить выход из этого подземелья. А, решётку что ли? Не знаю, что именно, но тебе стоит пройти и проконтролировать её. В смысле? В смысле, иди на площадь вместе с ней. Я убедился, что ты неплохо дерёшься, раз почти убила Семёна. Поэтому ты единственная, кому я и вправду доверяю. Попытайся провести его живым. Думаете, он ещё не нашёл выход? Да я уверен, что он оттуда давно выбрался, либо заговорил в линии зубы. В любом случае, жду тебя тут с новостями. А мне пока надо побыть с Алисой. Наедине. Оу, я поняла. А, и ещё. Оттащи куда-нибудь тело Виолы. Хорошо. Мику взяла Виолу за ботинки и поволочила за собой. Мику вышла из убежища. Ну, побеседуем? Вы же не будете меня насиловать? Конечно буду. Что за вопросы? Вы серьёзно? Да. Я разве похож на человека, который может шутить? Сучка 69. Ты емальник! Алиса сглотнула слюну. Я сейчас докурю, развяжу тебя, начну потихоньку раздевать тебя и сам буду раздеваться. После того, как ты будешь голый, мой хер войдёт в тебя. Алиса была в шоке. Я просто стараюсь глядеть будущее. Я хотел трахнуть Виолу, но, увы, она мертва. А труп трахать мне не хочется. Хоть её сиськи были больше твоих, твоё рису мне нравится больше. Когда-нибудь пробовала член на вкус? Тебе понравится. Она промолчала. Ты девственница, да? Молчание. Мне это не помешает, не беспокойся. Красный выкинул окурок на пол. Он резким движением встал и начал развязывать Алису. Пожалуйста, не надо. Алиса заплакала. Надо, дорогая, надо. Он развязал её и поставил перед собой. Артов нет, поэтому довольствуйтесь описанием. Буквально за одно движение руки Красный сорвал рубашку с Алисой. Все пуговицы вылетели. Ровно так же быстро Красный стянул с неё лифчик. Алиса пыталась прикрыть грудь руками. Красный лишь улыбался. Не надо, умоляю. Алиса пыталась отговорить Красного. Снимай юбку. Она застыла в ступоре. Красный опустил её руки по швам. Зачем ты же загораживаешь такую прекрасную грудь? Не надо. Руки убери от сисек, я сказал. Алиса молча опустила руки. Уже лучше. Теперь стягивай с себя юбку. Я не хочу. Мне всё равно, хочешь или нет. Просто снимай. Алиса робко начала снимать юбку. Сигма 69 хорош, порви. Нет, осуждаю. Быстрее. От испуга она сняла её в разы быстрее. У Красного поднимался хер. И у меня тоже. Что за хуйня? В смысле? А, ебать. Я же есть Красный. Забыл. Чё, ёбнулся? У нас поднялся хер. Не надо. Она продолжала плакать. Я сам решу, что мне надо, а что нет. Красный шлёпнул Алису по заднице. Снимай трусы, быстро. Актёр, мастерский, девочек, озвучиваешь? Спасибо, очень приятно. Всегда мечтал о таком комплименте. Алиса медленно снимала трусы. И что произошло потом, я думаю, вы догадываетесь. Это было великолепно. Ой. Это было великолепно. Я знаю. Красный молча высунул две сиг... А. Высунул две сигареты одну себе, а другую дал Алисе. Они лежали в обнимку на кровати. Я же говорил, что тебе понравится. Он улыбнулся. Хоть кого-то и отрахнул в этом чёртовом лагере. Он встал и начал одеваться. Одевайся. Мы куда-то спешим? Да, на встречу с Синоном. Ну ладно. Алиса быстро оделась и полезла целоваться к Красному. Красный поцеловал её в ответ. Ну всё. Дело сделано. Мику зашла в убежище и увидела Красного с Алисой в обнимку. Вы что, трахались тут? Красный ухмыльнулся. Ну да, а что? Ты против? Да нет. Всё в порядке. Мику молча взяла нож с верхнего яруса кровати. Сейчас, кстати, ещё одно дело сделаем. Какое? Что вы сделали? Расскажу после того, как сделаю второе. А второе какое? Прямо через секунду сделаю. Не совсем пока. Взмах ножом Алиса упала! Ты что делаешь? Не будешь спать с кем попало. Мику перерезала глотку Алисы. Алиса лежала и задыхалась. Что? Я должна была быть на месте Алисы. Красный разозлился. О да, тебе удастся испытать то, что испытала Алиса. Он молча достал пистолет из-за ремня и прицелился в Мику. Вы чего это? Алиса умирает, а ты сказала, что хочешь быть на её месте. Прощай, Мику. Мику резким движением руки ударило Красного в лицо, у него помутнело в глазах. Неплохой удар. Она попыталась выхватить пистолет, но... Красный оказался быстрее. Точный выстрел в шею. Теперь уже Мику лежала и задыхалась. Помирай, скотина. Из руки Мику вывалился какой-то бумажный свёрток. Красный развернул его и начал читать. Привет, Красный. Вероятнее всего... Привет, Красный. Подожди, нет. Надо... Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Наверное, это же она написала. Вероятнее всего, это она написала. Соответственно, её голосом надо въебать. Привет, Красный. Вероятнее всего, я мертва, если ты читаешь это. Я хотела сказать, что я убила. Повествование от лица Семёна. Полчаса назад. Да ползи вверх по лестнице. Ой, да. Ползи вверх по лестнице. Я знаю. Семён вылез позади статисту Егенды. Он обошёл её и увидел Лену. Ну, здравствуй. Привет. Правда, что ты вернулась обратно в сторону Красного? Конечно же, нет. С чего ты взял? Я видел, как ты гуляла с ним по лагерю. Лена заволновалась. Он просто сказал мне идти с ним. Я думал, он убьёт меня, но... Он просто попытался меня вернуть обратно в команду. А ты что? Само собой, я ему подыграла. Нанесу удар со спины. Ты уверена в этом? Просто мне может понадобиться твоя помощь в самый необходимый момент. Давай встретимся на закате у ворот лагеря. Только на этот раз точно. Я переведу с собой Красного. Давай. Послышался сзади голос Мику. Ну ты и тряпка, Лен. Я... Я... Что ты? Я всё объясню. Просто я пыталась запутрить мозги Семёна, чтобы он пришёл к автобусной остановке и Красный убил его. Мику не особо верила в слова Лены. Не ври мне, тварь. Я слышала ваш разговор. Чё-то жёстко. Мику, прости меня. Я... И не говори Красному, пожалуйста. Ты серьёзно? Ты сейчас подставила наше задание под удар. А ты думаешь, оно не было под ударом изначально? О чём ты говоришь? С чего ты взяла, что Красный не убьёт тебя, как только получит желаемое? Он ей даже не показал кейс деньгами, а ты наивно веришь ему. Он человек слова. Если сказал, что заплатит, значит заплатит. Алису же он не убил из-за обещания Ульяне. Алиса? Где она? Не твоё собачье дело. Говори, падла! Он сейчас пытает её в убежище, вероятно. Он мне сказал бы, если бы собирался её пытать. С чего ты взяла это? Он сам сказал мне, что хочет побыть с ней наедине. И подмигнул. Какая же ты наивная! Он её трахать собрался! Что, блядь, происходит? Тише, интересно, чем всё закончится. Надеюсь на хэппи-энд. Не влезай бы в диалог, пусть сами разберутся. Но после диалога сразу убивай Мику, как представится его возможность. Само собой. Нет. Да. А что, по-твоему, он собирался с ней ещё делать, помимо секса и пыток? У меня ведь тоже было в планах трахнуть Алису. Блядь, что это, нахуй? Красный справился быстрее, чем... Быстрее тебя, увы. И вообще, можешь не беспокоиться. Операция уже провалена. В смысле? Я отправила сообщение, куда надо, о том, что здесь творится. Поэтому я договорилась встретиться с Семёном через час на остановке. Что? Что слышала? Я написала в КГБ, чтобы приезжали сюда срочно. Агенты должны быть с минуты на минуту. Мику дико разозлилась. Она быстро подбежала к линии и свернула ей шею. Какого хера? Нечего выёбываться. Скотина. Она и вправду написала в КГБ. Понятия не имею. Ты зачем её убила? За предательство. Пойду сообщу Красному, что операция отменяется. Удачи тебе, выживания. Спасибо, но мне пока впадлу заниматься хуйнёй и переводить с азбуки можно. Так. Мику резко развернулась и побежала в сторону леса. Это сейчас что было вообще? Семён стоял и смотрел на мёртвое тело Лены. Чувак, только что на твоих глазах девчонку убили. Ты даже ничего не сделал. Он стоял в ступоре. Да блядь, это неожиданно произошло как-то. И что, мне надо догонять её или нет? Уже поздняк метаться. Бери девочек и иди к автобусной остановке. Ну окей. Семён развернулся в сторону столовой, оставив тело Лены лежать на площади. Повествование от лица Мику. Пять минут после убийства Лены и десять минут до своей смерти. Её убьют, блядь. Точно, в неё же выстрелили. Чёртова Лена. Она остановилась. Так, надо отдохнуть. Надо отдышаться. Всё же, не стоило её убивать. А вдруг она говорила правду? Вдруг Красный и вправду получит желаемое и убьёт меня? Так, надо перестраховаться на этот случай. Мику достала небольшой кусок бумаги и карандаш. И чтобы написать, предположим, что он убьёт меня в скором времени. Тогда надо направить его в ловушку КГБшников. Она начала писать. Привет, Красный. Вероятнее всего, я мертва, если ты читаешь это. Я хотела сказать... И что бы сказать? Мику начала думать. Мику думает. Мику подумала. Так и напишем, в принципе. Я хотела сказать, что убила Лену. И теперь некому изъять клетки Семёна из его организма. Сглядывательно, ваша миссия провалена. Однако я предоставлю вам шанс забрать желаемое. Когда солнце начнёт садиться, Семён должен пойти к автобусной остановке. Он там договорился встретиться с Леной. Но, увы, она мертва. Как и я. Если сможете, то сами получите от него то, что вам нужно. Надеюсь, у вас ничего не получится. Безо всякого уважения. Мику. Сойдёт. Теперь идём к Красному. Надеюсь, он не трахается с Алисой. А то придётся убить её. Думаю, до этого не дойдёт. Данечка, привет. Здорово. Сегодня был у нас в стриме у Леры. Так. Сфоткался. Это меня замотивировало стать таким же крутым стримером. Можешь, пожалуйста, помочь и рассказать пару фишек можно? Или что делать начинающим стримерам, прошу тебя? Стримить? Я тебя очень люблю. Спасибо огромное. Стримить, что-то интересное делать, не делать реакции на ебаные видосы ТикТоки, потому что это полная залупа. Ты это сможешь делать только тогда, когда у тебя будет медийка. Делаешь что-то интересное, чем-то отличаешься от других, берёшь харизмой, юмором, хуй поймёшь чем. Делаешь нарезки, потому что ты трафик нигде не получишь. Тебя Твич не будет рекомендовать. Всё. Ждёшь, пока разобьёшься. И делаешь постоянно на регулярной основе. Запускаешь в одно и то же время. Стримишь в одно и то же время. Всё. Повествование от лица Красного. Вечереет. Вот же сука паршивая. И как мне пользоваться этими агрегатами? Вся команда мертва. Ещё и Алиса убила. Гнида. Надеюсь, всё ей будет плохо в аду. Красный сел на кровать. Итак. Что мы имеем? Имеем 17-летнего соперника, который не такой тупой, каким кажется. Имеем мёртвую команду. Имеем незнание того, как изъять эти ебучие клетки из его организма. Они нужны моему сыну в кратчайшие сроки. А план пошёл не по плану. Могу вызвать я сюда кого-нибудь? Маловероятно. Придётся разбираться самому, как закончить начатое. Ладно. Видимо, выхода нет. Кроме как идти встречать Семёна. Красный пришёл на площадь. Он увидел мёртвую Лену. Искренне жаль тебя, Лен. Надеюсь, ты была убита за дело. Ну что ж, Семён. Встречай гостя. Я уже иду. Красный выдвинулся в сторону ворот лагеря. Повествование от лица Семёна. Он и ребята были у автобусной остановки. В общем, ждём, пока люди приедут. Те самые КГБшники? Да, они. По идее, должны быть с минуты на минуту. Он начал ходить вперёд-назад. Как вдруг за что-то заметил за статую пионера. Наверное, что-то просто. Погоди. Что это? Семён Отчётливо увидел ручку, будто от двери. Он приблизился и обнаружил некий кейс. Хм. Странно. Что ты там нашёл? Да не знаю. Чемодан какой-то. Дай поглядеть. Пожалуйста. Ольга Дмитриевна начала разглядывать кейс. Привет, помнишь, ты играл у соседа? Короче, сыграй в игру. Секрет не бур, там ты можешь стать соседом, либо ребёнком. Очень интересно играть. Кей, спасибо. Прочный какой. Интересно, в чём в нём? Вожатая держала кейс вверх дно. Из-за чего кейс резко открылся, и все деньги выпали. Благо, они были связаны резинками. Множество денежных пачек оказалось прямо на земле. Да ну нахуй. Семён достал сигарету и закурил у него в пачке. Осталось три штуки. Семён? Ты ничего не хочешь нам рассказать? Тут такое дело. В общем, это деньги за ваши жизни. В смысле? В смысле эти деньги Красный должен был передать команде Мику за выполнение задания. Ну и фактически за какие-то там мои клетки, которые ему нужны. Прошу заметь, именно за тебя. Из ниоткуда появился пионер. Это ещё кто такой? Ох, Ольга Дмитриевна. Долгая история, если вкратце. Но если вкратце, я тот, благодаря кому выжилы. Тот, кто помогал Семёну на протяжении всего пребывания здесь. И он таки не выполнил своё обещание. Какое обещание? Самому интересно. Защитить Алису. Алиса мертва. Теперь ты умрёшь. И ты тоже. Подожди. И ты тоже. Ебать, у меня аж мурашки. Выстрел. Пионер упал замертво с дыркой в глазу. Семён застыл на месте. Из его рук машинально выпал окурок. Его разве можно убить? Он же бессмертный. Он начал поворачиваться в ту сторону, откуда произошёл выстрел. Истогнулся взглядом с красным. Ну привет, Семён. Наслышал о тебе. Не против познакомиться? Семён сглотнул слюну. Ебать. Дула пистолета смотрела прямо на него. Это и вправду он? Его взгляд заставил Семёна испугаться. Его улыбка. Его одежда. Его пистолет. Ну так что? Он собрался с мыслями. Не против. Отличное начало. Мне нужно то, что у тебя есть. А тебе, полагаю, нужно то, что есть у меня. Семён кинул взгляд на пистолет. Да нет. Вовсе не это. Красный кинул взглядом на деньги, которые лежали на земле. Семён опять глотнул. Серьёзно? Красный ухмыльнулся. Да. А разве похоже, что я шучу? Ну мало ли. Ну, нужно будет выполнить пару условий. Никаких же. Во-первых, ты должен будешь последовать за мной. Куда? Туда, куда я тебя увезу. Не переживай. Ты вернёшься к себе в целости и сохранности. Окей. А ещё что? Во-вторых, мне придётся убить всех остальных. Они видели меня, а свидетелей, сам понимаешь, оставлять не гоже. Убить? Эм. Семён уж было подумал, что придётся выбирать, но для него был выбор очевиден. Я не согласен. Красный усмехнулся. Хм. Думаю, ты не в том положении, чтобы не соглашаться. Он наставил пистолет на его колено, а затем перевернул его на вожатую. Я их в любом случае убью. А забрать тебя с собой живого или мёртвого как-то не принципиально. Зато для тебя, полагаю, будет принципиальным то, как ты будешь жить дальше. Уедешь ли ты с деньгами или не уедешь вообще? Всё или ничего? Даю тебе минуту на раздумье. И имей в виду, что рядом с тобой персонажи, которых ты вряд ли больше когда-либо увидишь. Даже если бы они остались в живых. А я могу дать тебе приличное количество денег, чтобы ты жил припеваючи. Чёрт, и как быть? Я не знаю. Их ведь в любом случае убьют. Мне некуда деваться. Не думаю, что он промахнётся по ним. Потяни время, я что-нибудь придумаю. Попробую. А что случилось с твоей шайкой? С кем? Ну, с Микой, с Виолой, с Леной. С Алисой, в конце концов. Лена говорила, что она написала в КГБ, может, тупо их ждать. Она блефовала. А на что? Ну, брала на понт. Я не думаю, что она и правда смогла бы сюда кого-то вызвать. Поэтому придётся выкручиваться самим. Увы. Но они все мертвы. Заранее извиняясь за Алису, она не должна была умирать. Просто оказалась не в то время и не в том месте. А с Мику? Ну, с ней то же самое произошло, так сказать. Просто неудачное стечение обстоятельств. А знаешь, у вас вполне могло получиться спасти их. А у кого у вас? У тебя. У того парня, которого я пристрелил. У Виолы. И у Лены. Семён сглотнул. Полагаю, у вас уже ничего не выйдет. Погоди. Если тебе без разницы, убить меня или нет, почему просто не... Нет, подожди, не тот голос. Погоди. Если тебе без разницы, убить меня или нет, почему просто не убьёшь меня и не заберёшь тело с собой? Это уже личная причина. Вожатая рядом схлипнула. Складывается ощущение, что ты мне зубы заговариваешь. Да не, я просто... Видимо, ты не настроен серьёзно. В смысле? Но тебе явно не хватает мотивации. Ты о чём? Красный перевернул пистолет на Ульяну. Стой! Не надо, прошу! Ты же не собираешься убить... Выстрел. Девочку. Вожатые Славе охуели. Семён стоял с шокированным лицом. Не... Не может быть. Он повернулся в сторону Ульяны. Она спокойно лежала с дыркой во лбу. Теперь, полагаю, ты настроен на диалог. Он перевёл пистолет на Славю. Извините, девочки. Я этого не хотел. Стой! Красный на него взглянул своим жгучим взглядом. Чего ещё? Только не её, пожалуйста. Убей вожатую. Вожатая чуть ли не с глазами на выкат повернулась к Семёну. В смысле? Убей меня. Убей кого угодно. Но не её. А-а-а. Вот оно что. Любовь, значит. Семён кивнул. И... Ты... Ты так и не ответил. Его чуть-чуть потряхивало. Он понимал, что они разговаривают не на равных. И что у Красного явный перевес. Тебе и правда интересно, почему я тебя не убил? Да. Ну ладно. Красный усмехнулся. Сейчас будет немного громко. Эм. Что? Выстрел. Красный выстрелил в Семёна. Семён резко согнулся и схватился за голову. А-а-а. Сука! Какого хера? Он промахнулся? Семён, ты как? К Семёну подбежала Славя. Он не попал? Чёрт, я понял. Окей. Нет, он попал туда, куда хотел. Красный улыбнулся. Это типа предупреждение? Никто, кроме Семёна и Красного, не поняли, что произошло. Ты подумал о том, что я не могу убить тебя? Он опять усмехнулся. Я просто дал понять тебе, что мне не хочется тебя убивать. Я специально выстрелил прямо около твоего уха. Буквально пару миллиметров. И твою ушную раковину задело бы по касательной. Но знаешь, мне кажется, не хочется тебя калечить. Бля, по Трампу, походу, он хуярил. Слышишь я? По Трампу, походу, он хуярил. Как его, блядь, не посадили ещё? Извиняюсь, немножко в горле пересохло, надо было закинуть. Так. Семён выправился. И понял, что облох на одно ухо. Ты мне нравишься. Очень даже. Ты прости меня, конечно, но я не из этих. Да я тоже, в принципе. Я имел в виду то, что ты очень интересен собой. И что мне не хочется тебя убивать, потому что ты достоин жить. Но если перегнёшь палку, то, увы, мне придётся тебя убить. Искренне надеюсь, что до этого не дойдёт. А до девочек мне как-то фиолетово. Извини уж, но... Он прицелился в Славю. НЕТ! Красный нажал на спусковой крючок. Осечка. Твою мать, серьёзно? Пистолет разрядился. Чёрт возьми. Погодите секунду. Красный полез во внутренний карман плаща за заряженным магазином. Блядь, нападай, долбоёб! Чё ты смотришь? Беги! СЕЧАС! Семён взял Славю... Какой беги, ебанат, надо было бить этого долбоёба! Семён взял Славю за руку и побежал за ворота. Вожатая побежала в сторону леса. Издали послышался крик. Всё равно далеко не убежите. Всё равно далеко не убежите! И несколько выстрелов в воздух. Давай спрячемся тут. Они быстренько забежали в клубы и спрятались в подсобке. Охуеть! Просто охуеть! Он просто взял и выстрелил ей в голову. Семён, мне очень страшно. Давай потише, пожалуйста. Надеюсь, он не зайдёт сюда. Чёрт. Это просто пиздец. Вожатая убежала, хер пойми куда. Что делать? Для начала отдохни, переведи дыхание. В общем, мы знаем, что вся команда мертва. Ему нужен только ты. Они не могли там никак проверить на совместимость или что-то типа того? Вдруг я не подхожу? Не знаю, но он почему-то одержим именно тобой. Тебе никак нельзя дать девочкам умереть. Не очень примитивное место мы выбрали. Не очень примитивное место мы выбрали. Если хочешь спрятаться лучше, прячься на виду. А если он зайдёт сюда? Так, не нервничай. Если ты так будешь мыслить, то точно прогоришь. А если то, а если это, а если так, а если не так. Не надо так думать, понимаешь? Это сейчас дверь хлопнула? Да. Славя всё ещё смотрел испуганным взглядом на Семёна. Он тихо прижал Славю к себе и прикрыл ей рот рукой. Лиза, поздравляю тебя с днём рождения. Желаю тебе всего самого наилучшего. Можешь поздравить мою подругу Лизу с днём рождения. Всего хорошего, счастья, здоровья. Побольше денюжек, чтобы было. Комфортной жизни, так скажем. Хоть бы не всхлипнула. Хоть бы не всхлипнула. Другой рукой он скрестил пальцы. Полагаю, он не настолько глуп, чтобы прятаться в первое попавшее здание. Красный вышел. Твою мать. Мне всё равно трудно поверить, что он безо всяких эмоций просто убил её. Надо покурить. Семён достал пачку. Можно мне? Эм, что? Что можно? Покурить. Нам нужно расслабиться и обмазговать всё. Ты серьёзно? Ты знаешь хоть как курить? Да, я курила раньше. Что? Было дело. Просто дай мне сигарету и всё. Судя по её лицу, она серьёзно настроена. Дам я тебе сигарету, расслабься. Семён вытащил две сигареты, одну себе, другую Славе. В пачке осталась последняя сигарета. Славя взяла зажигалку у Семёна и умело прикурила сигарету. Глазам своим не верю. Он сел на пол, Славя села рядом с ним. Она всё так же сохраняла серьёзную гримасу и курила очень быстро и ресторопно. Куда ты так спешишь? Надо спасти вожатую. Нельзя было её бросать. Да найдём мы её. Да, только вопрос в том, найдём мы её живой или мёртвой. Не переживай, всё будет в норме. Семён приобнял Славю за талию и потянулся поцеловать щёку. Она резко отстранилась. Не сейчас. Нельзя терять времени. Она потушила бычок об пол и встала. Чё с ней такое? Я её не узнаю. Видимо, не хочет, чтобы вожатую убили. В принципе, её можно понять. Идём. Погоди ты, ещё половина сигареты осталась. Давай резче, докуривай. Это и вправду она? Я даже подумать не мог, что она такой может быть. Семён потушил бычок. Идём. Погоди. Славя вышла из подсобки. Блядь, что с ней происходит? Я понятия не имею. Я даже не подозревал, что она может себя так вести. Но тебе в любом случае нельзя допускать, чтобы их убили. Так что догоняй её и спасайте вожатую вместе. Ну да. Выбора у меня нет. Ладно, погнали. Крик. Семён вышел и понял, что лучше бы он этого не делал. Красный, держа нож у горла Слави, плотно прижал её к себе, заламывая кисти рук. А знаешь, это бы сработало бы, если бы тебя преследовал какой-нибудь другой глупец. Спрятаться на виду не такая уж и плохая идея. Но тебе со мной не тягаться, парень. Поэтому даю последний шанс. Зачем ты даёшь мне шанс, если ты всё равно убьёшь её? Давай по-другому поступим. Давай ты... Никаких давай. Я тебе и так предлагаю большие деньги. Можешь убить вожатую, но не убивай её. Не. Жив останешься только ты. А хотя... Красный задумался. Как же страшно. Погоди, может передумает. Я передумал. Фу. Я уж думал, он как баран упертый будет. Другое дело. Да. Абсолютно другое. Прости. Но я передумал. Тебя я тоже убью. Что? Одним резким движением Красный провёл ножом по горлу Слави. Что слышал? Он потянулся за пистолетом. Семён побежал в сторону Красного и резко столкнул его с ног. Тот вытащил пистолет. А он уже оказался на площади. Твою мать! Звуки выстрелов доносились со спины. Думай, баран, думай! Решётка. Быстро туда. Семён уж было думал, что более-менее оторвался от Красного. Догоню же, щенок! Но Красный бежал точно за ним. Он быстро снял её и начал спускаться по лестнице, успев закрыть её за собой. Надеюсь, он не видел тебя. Твою мать! Он убил её! Почему ты не начал бить его, когда повалил? Он перевёл дыхание и медленно спускался в шахты. Потому что он ствол доставал. Ты не видел, что ли? Ну, в принципе, да. Блядь. Голос, мне страшно. Помоги мне. Да ладно. Неужто ты решился обратиться ко мне? Да я не знаю, как мне быть. Он убил мою девочку. У Семёна потекла слеза. Не время ныть. Давай, спускайся быстрее. Он спустился в ту самую комнату, где они нашли Шурика. А что дальше? Иди вперёд. Вот пойду я вперёд. А что интересного я там увижу? Вряд ли увидишь что-то интересное, но точно останешься в живых. А толк? Он всё равно рано или поздно найдёт меня. К чему мне оттягивать неизбежное? Я не хочу идти за эту дверь. Я потеряюсь в этом лабиринте. И умру с голоду. Так ты же не собираешься поехать с ним? Чёрт, точно. Надо было соглашаться, пока была возможность. Найти бы вожатую и трахнуть её перед смертью. Всю смену об этом мечтал. Спокойся. Не теряй самообладание. Всё, что тебе сейчас надо, — жить. Ладно, ты прав. Я попробую выбраться отсюда любой ценой. Хотя и не очень хочется. Почему? Потому что знаю, что не получится. А вдруг всё кончится хорошо? Я в этом сильно сомневаюсь. Шанс невероятно маленький, однако... Он есть. Поэтому ноги в руки и погнали выживать. Хорошо. Семён вышел из комнаты. Вдруг он услышал тихий схлип неподалёку. Да ладно. Это вожатая? Да. Вон там, в темноте. Он слышал тихий плач. Ольга Дмитриевна, это вы? Кто-то испуганно завертелся. Да. Он пошёл в её сторону. Но там уже ничего не было видно. На ощупь он нашёл её. Он взял её за плечи. Пойдёмте, нам надо выбраться отсюда. Она вытирала слёзы. Не могу. Почему? Она заплакала ещё сильнее. Моя нога. Я не могу пошевелиться. А что с вашей ногой? Семён ничего не видел. Я, кажется, наступила в капкан. Эм. Минус вожатая. Вы... Серьёзно? Семён не на шутку испугался. Они ещё и капканы поставили тут. Теперь я точно туда не пойду. Да. Она схлипнула. Мне больно, помоги мне. Я сейчас разожму его. Он потянулся к её ноге и почувствовал холодную сталь рядом с тёплой ногой вожатой. Рука машинально начала подниматься вверх по ноге под юбку. Симон, что ты делаешь? Ты серьёзно? А что? Вам всё равно уже не помочь. Пожалуйста, не надо. Не сопротивляйтесь, вам понравится. Он потрогал её... Чего, блядь? Что за нахуй вообще? Вожатая едва застонала. Он начинал легонько потирать там через трусы. Симон. Вожатая постановала, пытаясь сказать ему что-то. А он всё продолжал делать движение вверх-вниз. Ольга Дмитриевна, просто расслабьтесь. Я хотела попросить тебя снять с меня всё. Неожиданно. Она всё ещё не может двигаться. Да и трусы ты как стянешь с капканом на ноге. Сейчас я раздену тебя, Оль. Раздень. Чего, блядь? Он взял её за юбку и начал аккуратно стягивать её. Сзади открылась дверь. А ты... Предсказуем. Послушался быстрый шаг в его сторону. Симон не успел обернуться, как получил мощный удар по затылку. Чёрт, он поймал меня. Да. Судьба, братан. Видимо, тебе было суждено умереть от рук маньяка. Он же вырубил меня. Или уже убил. Не знаю, я не в силах тебя пробудить. Значит, тут решать только мать природа. Проснись и пой, Соня. Он почувствовал острую боль в своём животе. Твою мочи... Твою мочи... Что это я хотел сказать, блядь? Твою мать! Почему так больно? Потому что ты умираешь. О, так приятно. Такое чувство, будто меня что-то укутывает. Такое мягкое. И шелковистое. Словно одеяло в президентских номерах в отеле. Ебать! Он открыл глаза и понял, что находится в домике вожатой, связанной на кровати. С ножом в груди. Видимо, промахнулся по сердцу. Прости, я хотел убить тебя безболезненно. Ничего страшного, и на этом спасибо. Семён улыбнулся красным. А ты мне нравишься. Ты жил бы хорошо, если бы тогда согласился. Но, увы, ты решил всё. Хотя самое лучшее тебя ждёт впереди. Ладно, так уж и быть. Жалюсь над тобой. О чём ты? Да так, ни о чём. Засыпай, Сём. Тебя ждёт счастливое будущее. А мне нужно забрать тебя с собой, убедившись, что ты мёртв. Поэтому засыпай. Хорошо. Удачи, Семён. Был рад с тобой познакомиться. Отлично провёл с собой время. А иногда... Мне даже было весело. Ну, если не брать тот факт. Голоса прервались. Семён почувствовал, что его тело больше не работает. И чё? Я умер, типа? Честно? Не знаю. Сейчас узнаю. Он резко открыл глаза. И понял, что лежит в больнице. В одиночной палате, поскольку остальные койки были пустые. К его носу была подведена какая-то трубка. Он чувствовал невероятную тяжесть в голове и дикий дискомфорт. Какого хера? И понял, что едва может пошевелить рукой. Ёбаный по голове. Где я? Чего, блядь? Очнулся? Перед ним появилась знакомая персона. Виола? Он понял, что не может ничего сказать. Виола тем временем высунула голову в коридор из-за двери и начала кричать. Открыл глаза! Он проснулся! 410-й проснулся! Вдруг послышался незнакомый крик. Да ладно! Сейчас зовем главврача! Она повернулась к нему. Как ты себя чувствуешь? Нормально или так себе? Она поняла, что он не может ничего сказать. Ты все еще слаб. Моргни, если понимаешь меня. Семен моргнул. Моргни три раза подряд, если чувствуешь себя плохо. Он моргнул три раза. Отлично, слуховой аппарат не нарушен. Я медсестра, меня Виолеттой звать. Сейчас придет главврач и все тебе расскажет. Семен накпряг голосовые связки и пытался что-то произнести. Г-г-г- Что? Г-г-г-где? Кто? Г-г-г-де я? Ты в больнице. Совсем ничего не помнишь? Он моргнул три раза. Автобус, в котором ты ехал, попал в серьезную аварию с фурой. Только ты выжил. Он кинул взгляд в окно и увидел за окном лето. Сколько же я пролежал, черт возьми. Голос, ты тут? Ау, голос. Черт, это и вправду видимо был просто сон. Твоя сестра ушла прямо час назад от тебя. Она навещала тебя почти каждый день. В... Он опять попытался что-то сказать. Чего? Воды. Сейчас принесу тебе воду, не переживай. Лежи и не напрягайся, тебе надо отдыхать. Ты больше полугода в коме провел. Чё? Больше полугода? Охуеть. Я же неделю в лагере провёл. Так, стоп. Почему передо мной Виола и Савёнка? Какого хера тут творится? Это сон такой или что? Это сон? Вдруг Семён начал внятно говорить. Вау, неожиданно. Это не сон. Он почесал рукой бедро. Эм. Эм. Не напрягайся, говорю же. Вдруг он понял, что его тело нормально функционирует. Да я и не напрягаюсь. Виола целебная. Какого ляда тут произошло? Я же говорю, ты был в коме из-за страшной аварии. Почему только я выжил? Я вроде единственным пассажиром был. Нет, не единственный. Ты просто сел в начале. Водитель погиб и остальные пассажиры. А ты не видел остальных? Нет. Не понимаю, как можно было не увидеть этих красивых девочек? Весь город скорбил по ним. А что за девочки-то хоть? У них была встреча одноклассников первая. Они вот-вот школу закончили и в университет поступили. Но одна взяла с собой младшую сестру, а другая была их классным руководитель. Собирались в кафе съездить перед сном. Как бы ты странно ни звучало. Жалих. Понятно. Семен начал снимать с себя всякие провода. Ты что творишь? Я себя нормально чувствую. Тебе нельзя этого. Он отсоединил капельницу и сел на кровать. Ты шутишь? Как ты это делаешь? Что делаю? Встаю? Не знаю. Вдруг кто-то приоткрыл дверь его палаты. Послышался неизвестный женский голос. Ёл, слыхала? Этому придурку наконец-то приговор вынесли. Какому? Какому? Красному? Семена аж передернула. Кому-кому? Да. Девять лет. По 264-му пункт 6. Да. Надеюсь, этому алкашу теперь будет чем заняться за решеткой. Алкашу? Тому самому дальнобойщику, который сбил и перенул ваш автобус на полном ходу. Непонятная девушка заглянула в палату и увидела сидящего Семена на кровати. Ах, вот какой ты. Живчик наш. Или как? Живучий наш. Тебе несказанно повезло. Почему? Ну, как минимум, потому что ты сидишь тут. Стоп. А почему ты сидишь? А что, нельзя? Нельзя. Тебе лежать надо. Да не хочу я лежать. Вдруг в палату вошел какой-то бородатый мужчина в белом халате с бумагами в руках. Так, так. Кто тут у нас? У-у-у. Ты. А чего это мы не в постели? Говорит, нормально себя чувствует? Нормально чувствует? Так может, ему тогда и вовсе здесь не место? Я как бы не прочь пойти домой. Тише, тише. Не надо геройствовать. Мы понимаем. Такая Слава. Но ты еще у нас на учете. Слава? Да. Весь город переживал. Выживешь ты или нет? Да ладно! Да. Девочек жалко все-таки. Особенно Ульянку. Маленькая была еще совсем. Да и Слава помню. Прямо вот 8 месяцев назад жаловалась на боль в правом боку. А тут такое. Славя. Ульяна. Водитель, убивший нас. Красный. Где-то я это видел. А нам еще в автобусе не было случайно миг у Лены, Алисы, Ольги Дмитриевны. Вот Ольга и Алиса были. А у первых дух я впервые слышу. Ну ладно. Слишком много совпадений. Вытяни руку. Зачем? Ну вытяни. Семен вытянул руку. А теперь закрой глаза и указательным пальцем коснись кончика носа. Он сделал как он сказал. Хм. Странно. Мы полагали, что твои переломы будут заживать дольше года. У меня переломы? У тебя одна правая рука в трех местах сломана. Я же говорю про ребро и ноги. Про ребра и ноги. Подожди. У тебя одна правая рука в трех местах сломана. Я уже не говорю про ребра и ноги. А на левой вообще открытый перелом был. Серьезно? Да. Можешь снять бинт и поглядеть. Уже должно было все пройти, но шрам разве что неплохой останется. Семен снял бинт с левой руки и никакого шрама не оказалось. Быть того не может. Это как понимать. Ладно, выпишем тебя завтра. Точно хорошо себя чувствуешь? Да. Отлично. Жрать охота, правда. Доктор посмеялся. Ну, поесть мы тебе уж точно раньше, чем завтра организуем. Семен встал на ноги. И куда ты намылился? Есть. Куда же еще? Хм, какой ты резвый. Ладно, сходи в душ, оденься и пошли пообедаем. Хорошо. Прошли сутки. Настал день выписки Семена. Он с огромным желанием уйти домой, выбежал из больницы, прихватив номер телефона Виолы. Он пошел к своему дому. В пуховике, который он с собой забрал и нес на руке. Лежала пачка космоса с последней сигаретой. Он сел на автобусную остановку, закурил ее, положив пуховик на лавку. И почему только сестренка не забрала мою одежду и не принесла мне новую? Удивительные вещи творятся. Я точно не сплю. Он ущипнул себя. Не сплю. Странно. Где-то на пятой затяжке он начал понимать, что как его разум туманится от сигареты. И как мне жить дальше? Получается, красный не убил меня в лагере. Как же так вышло, что все то, все те, с кем я ехал в автобусе, не считая водителя, погибли. И все они те, с кем я был в лагере. А красный как раз таки и убийца. Интересно получается. Он выкинул бычок в урну и пошел к себе домой. Бля, пиво так и не купил. Ну да ладно, не очень-то и хотелось. Он зашел к себе в комнату. Она была убрана. На кровати лежал какой-то странный серебряный кейс, на котором лежала записка. Он подошел к нему и начал читать, что там написано. Не благодари. Это тебе прощальный подарок. Ах да. И убирайся в комнате почаще, пожалуйста. С уважением, красный. Да ладно. Он открыл кейс, там лежала куча... СТО ДОЛЛАРОВЫХ БАНКНОТ! Не может быть! Так это все-таки было реально или как? А что меня ждет дальше? Дальше нас ждет счастливая жизнь. Голос! У Семена протекла слеза. Фух, еле-еле достучался до тебя. Боялся, что опять не услышишь меня. Поздравляю тебя! Ты выбрался из лагеря. Я... Не могу поверить! А что тут невероятного? Видимо... Это счастливый... Конец. Да ну нахуй! То есть все, что было в лагере, было правдой. Красный забрал клетки с организма Семена. И отдал ему 500 тысяч баксов. Охуеть! Блядь! Вот это мод! А как называется? Пацанское лето! Мы начинали читать, просто думали поугараем. Вау! Ну вот, ребятки, мы наконец-то завершили прохождение мода Пацанское лето. Ну, что могу сказать? Это было реально охуенно. Это было очень круто. Мне понравилось, как прописали Красного. Чувак, который всегда на шаг впереди. И Сема, который как бы думает на шаг впереди, но из-за недостатка опыта все-таки... Даже несмотря на помощь, Красный его в силу своего возраста все-таки опыта настиг. Но, тем не менее, мы получили хорошую концовку, в которой Семен выжил. С ним остался голос. И при этом еще 500 тысяч баксов. Я не знаю, правда, есть ли другие концовки в этом моде. Но мы прошли именно на такую. Вот так вот. Ну, что? Блядь, спасибо, нахуй, разработчику, что сделал такой мод. Потому что, ну, я не играл в моды на бесконечное... А, нет, я, по-моему, играл в что-то на бесконечное лето. Но вот это... Это действительно вау. Ты помнишь, как мы говорили о детях и семье? Правда, все, что я искал, то я нашел тебе... Это реально круто. Это реально круто. Там еще одна концовка? Ну, ладно, что? Нет, а какая разница? Я же прошел на свое. Что, ребятки? Подписываемся на телегу обязательно. Спасибо огромное за просмотр. Завтра у нас косплей Назора из аниме One Piece. Поэтому быть всем железобетонно... Очень классно. Согласен, согласен. Мне тоже очень понравилось. Поэтому железобетонно всем требуется быть... Обязательно. Вот. Короче, сделаем красиво все. Потому что там, блядь, и волосы в зеленые покрашу, и халатик надену как надо, трикотанки заюзаю, все будет четко. Все, ребятки, всем пока. Подписываемся на телегу. Вас ждет много всего интересного. Кстати, скоро мы встретимся с Эксайлом.